Ребят, тронута, конечно, безмерно. Я искренне благодарна за этот подарок, за очень дорогой подарок. Показываю зарядку, потому что мы снимаем сразу на телефон, на новый. Ещё врачишки, спасибо огромное за подарок. Просто от всего сердца, мои родные. Не ожидала. И очень благодарна. Очень-очень. Спасибо вам, мои хорошие. Я вас люблю. Нам необходимо построить щенятник для малышей, для самых маленьких. Почему? Очень много приходит малышей больных. Для них нужно отдельное место. Мы не можем держать их вместе с приютом. Приют напротив. Мы должны пристроиться и сделать. В общем, друзья, нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить небольшое строительство. Для самых маленьких. Короче, мы хотим сделать щенятник и кошатник вместе, чтобы здесь не было взрослых собак. Ребята, нам очень нужна ваша помощь, потому что мы слишком сейчас скучены. Очень скучены. Но у нас не было выхода, мы переезжали. И нам надо было в любое место, лишь бы только выжить. Ребята, мы выжили благодаря вам. Спасибо вам огромное. От всего сердца спасибо. Только, пожалуйста, не бросайте нас. Продолжите с нами. Нам немного осталось. Только сделать ещё небольшой кошатник и небольшой щенятник. Детский сад. Нам сегодня подбросили коробку. Вот не понимаю, как так можно. Просто взяли, поставили к трансформатору коробку маленькую, а в ней четыре щенка. Вот на что люди надеялись, поставив коробку с малышами возле трассы на углу нашего приюта. Ребята, это бесчеловечно. Я считаю, что если они видят это, а они наверняка зайдут узнать. Я хочу сказать, как вам не стыдно. Как вам не стыдно. Вы свои проблемы перекладываете на нас, зная, как тяжело нам жить. Зная, как мы с ума сходим, чтобы как-то, как-то достроиться и хоть немного спасти. У нас не хватает волонтёров. У нас не хватает строительных материалов. По-прежнему не хватает. Ещё раз повторюсь, друзья. Мы строили, чтобы бегом, скорее, главное, вывести и спасти. А вот теперь хоть немного надо привести в нормальные божеские условия. Ребята, зима не за горами. У нас будки сделаны в одну доску, только чтобы защитить, как говорится, от ветра и от дождя. Но впереди морозы. Зимы в Подмосковье тяжёлые. Нам необходимы стройматериалы, чтобы утеплить будки. Нам необходимы стройматериалы, чтобы сделать для малышей кошатник. Они не смогут жить на улице. Для этого нужны тёплые бытовки. Ещё нужны тёплые бытовки. И, ребята, нельзя скучивать собак. Нельзя скучивать малышей. Рано или поздно они погрызутся. Это тоже опасно. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Пожалуйста, мои хорошие. Я вас очень прошу. Это очень важно. Ребята, и как всегда, первое очередное. Корм. Вакцины. Очень много малышей сейчас у нас подрастает. Мы их вытянули, мы их проглистовали. Но, ребята, без прививок они не выживут. Прививки для них жизнь. Малышей много. Почти около 300. И я прошу вас помощи для этих малышей. Хотя бы на одну вакцинацию. Можно стать кураторами каких-то малышей. Выбрать их и сказать, вот я его курирую до его пристройства. Это можно сделать. Мы собираемся сейчас сделать альбом. Именно кураторский большой альбом. И туда вывешивать фотографии тех малышей или взрослых собак, которых вы выберете на кураторство. Можно взять одну собаку. Можно пять. Можно десять. Будем только благодарны. Если у наших собак появятся кураторы, хотя бы участие собак. Для нас это будет огромная помощь. Я прошу вас, обдумайте этот вариант. Взяв собаку на кураторство, вы можете помогать издалека. Просто получая о ней небольшой отчет. Фотографии, видео. Это мы вам обещаем и гарантируем. Пожалуйста, обдумайте это решение. Я вас очень прошу. Ребята, очень прошу. Иди сюда. Иди сюда, котленок. Мамин. Друзья, нам необходим щенятник. Нам очень-очень нужен щенятник. Этот малыш с мамой. Мама вот такая гладенькая. А дитёныш вот такой. И ребёнок срочно ищет дом. Да, красавчик наш срочно ищет дом. Это последние, которых мы вывезли из Близи. Вольеры сделали на вторую руку. Они небольшие. Но это были последние. Мы изо всех сил, из последних сил. Делали, что могли. Мамин. Мамин. Да, мама с детками. Мои хорошие. Красивые мои. Да ты моя девочка. Ты красавица моя. Девочка мамина. Мамина красавица. Лоскуша моя красивая. Алабаечка. Мамина девочка. Солнышко моё. Ребята, она русском почти с меня. Такая ласковая, нежная девчонка. Да? А её сыночек уже живёт в семье в Германии. Мамина солнышко. Зайки мои красивые. Взёкайся. Солнышко моё. Мамины, мамины детки. Да? Мои красивые. Мои мамины. Мамины, мамины. Зайчики мои. Да, шоколадки? Шоколадка, шоколадка моя милая. Моя любимая девочка голая. Да, вот ребёнку срочно нужен дом. Срочно. Она метис-боксёра. Моё солнышко. Мамина. Что, девчонки? Что, мои девочки? Котик. Она очень хочет выйти. Малыши, мамины карандаши. Эй, стайка. Наша девочка стала ходить. Да. Ей срочно нужен дом, ребята. Может быть, у кого-то сжавится сердце и возьмут инвалида. Проблема в том, что малышка неудачно спрыгнула с будки. И у неё защемление нервы. Она начала ходить, потому что делали массажи, всё. Но когда девочка восстановится, даже врач не говорит. Ну, а главное, ребёнок ходить начал. А узнаёте нашу малышку, которая с малой была облита? Мамина. Иди сюда. Мамина. Обрастаешь, кукла? Мои девочки. Да, 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 да. Мои козлята, мамина. И зайка моя. Мою солнышко. Джек Рассел у нас есть. Да ладно, ребятки. Иди сюда, ушастый. Иди, моя солнышко. Иди. Мамина. Все хотят домой, ребята. Все хотят домой. Эти будки, друзья, мы строили на скорую руку. Их необходимо утеплять. Друзья, нам очень, очень нужна ваша помощь. Сетка у нас есть. Вчера закупили четыре машины гравия. Ковры вот так висят, чтобы детям была тень. Маминные. И еще я такая, тараканы маленькие мои. Ой, Бози, Бози ты мой. Ты прибежал? Да ты грозная собака моя. Вот он такой малюсенький, но он очень боевой. Маминные. И вот такой хосенок у нас есть. Мамина, девочка. Продушка моя. Красавица. Да, ребята, да. Что мои золотые? Что мои красавички? Мамины дети. Мамины хорошие. Зайки мои. Да, я не успеваю, солнышко. Я не успеваю. Я только закончила все капельницы. А Флорик дрыхнет у нас. Он у нас гордый, одиночка. Он так не хочет по-прежнему к себе никого пускать. Мы пробовали подсадить к нему девочку, он не принимает. Еще у нас и такой красавчик есть. Да, Лабрик. Да? Ах ты мой золотой. Красивый мой мальчишка. Ребятки мои. Вот здесь у нас сделана крыша. Здесь очень удобно. А дальше, ребята, дальше нам предстоит все это сделать. И я прошу вашей помощи, друзья. У нас дети не защищены ни от дождя, ни от чего. Видите, какое болото. Что происходит? Вот сейчас гравия немного завезли, немного раскатаем. Друзья, нам очень нужна помощь. Весь материал, какой есть, все пошло на закрытие от дождя до солнца. Понимаете, ребят? Мы из любого материала пытаемся создать условия для собак. Из любого. Ребята, помогите нам. Люди миленькие мои, хорошие. Помогите нам. Пожалуйста. Это еще шесть вольеров будут. Шесть вольеров, чтобы рассаживать молодняк. Мы начали и делать. Вольеры будут теплые. Обязательно с утеплением на зиму. Это для малышей. Но это для тех, которые у нас уже подрастают. И нам надо будет обязательно их рассадить. Потому что в вольерах сидят по 10, 12, даже по 15 малышей. И просто их необходимо будет рассаживать. Таких вольеров у нас немного. Но место нам требуется. Друзья, мы запланировали еще шесть вольеров. Пока только каркас. Нам очень нужны материалы. Мы из огрызков лепим. Из того, что есть. Видите? Где-то ржавое железо нашли. Где-то какие-то доски. Вот это из вот этого. Из вот этого. Из вот этого. Из этого мы строим вольеры. Я прошу вас. Нам очень нужна помощь. У нас нет железа. Друзья, у нас на крышу нет железа. А придется делать обязательно. У нас есть чуть-чуть утеплителя. Но это чтобы сделать несколько будок. Нам сейчас надо сделать еще вот здесь, над этими бытовками, крышу. Чтобы продлить вон ту, вот сюда. Друзья, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь. У нас очень много детей. Просто очень много. Еще один карантин. Но этот карантин, ребята, это у нас с лишаем. Вон, видите, лишайчик на боку у ребенка. Да, крокодилы? Лишайчик на лапке у ребенка. Это эти два вольера. Здесь поменьше, там постарше. Но это те дети, которые к нам попали с лишаем и которые лечатся. Нам очень нужен щенятник. Нам нужен детский сад. Нам нужен карантин, разделенный хотя бы на три отсека. Потому что заболевания бывают разные. Друзья, я прошу вас. Нам очень нужна ваша помощь. Прошу вас, поддержите меня. Ты вреднючая, да? Солапые мои. Мамины. Все поправятся. Все скоро поправятся, мои хорошие. Еще, ребята, нам очень нужен вагдерм. Вагдерм, мы детей укололи всего один раз. Сейчас надо уколоть еще второй и третий. Вагдерм очень нужен. Вообще проблема у нас очень огромная с вакцинами. Просто огромная. Друзья, я не просто так обращаюсь к вам за помощью. Нам без вас не выжить. Просто не выжить. А вон там, там мы у нас с кашлем. Там кашель. Вольер расположен далеко. Так что детям не грозит заражение. И далеко от основных. Это хоздвор у нас, ребята. Поэтому карантин у нас расположен очень далеко. И тем не менее, друзья, он нам нужен настоящий. Настоящий. Прошу вас, мои хорошие. Ну давайте соберемся с силами. Ну давайте построим что-то в этом мире. А что-то хорошее. Вот это новые малыши. Вообще крошечный. Вообще крошечный детишка. Да. Совсем-совсем. Видите, это на ладошку не похоже. А те вообще, манюсички. Вот ребята тоже болеют. Глазки плохие. Глазки очень плохие. Да ладно? Два помета. Раз, два, три, четыре с одного помета. И три совсем крошечные с другого помета. Вот эти малыши очень, очень нехорошие. Мне не нравятся. Ладно, ребятки. Мы сам ставим еду внутрь. Потому что, ну, в будке тепло хорошо. Будку хорошо сделали. Тепло обшили. Стружки много набросали. Ну, 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 не обижай ребенка. Ты медведь по сравнению с ним. Ну, у тебя тоже глазки не нравятся. А ты заводила. Ну, вот. Семь малышей, только двое играют. А остальные очень грустные. Это нехорошо. Это значит, стоит ожидать какой-то бяки и неприятности. Сейчас малышам уколем витаминки. И посмотрим, как они будут чувствовать себя завтра. Пока. 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 А пока кто-то поносит, сейчас будем выяснять, осматривать. Вчера малышам дали глистогонку. Поэтому понос это предсказуемо. Ребята, нам очень нужна карантинная зона для вот таких крошечных. Совсем крошечных. Просто для самых-самых-самых. Иди сюда, бабушка. Ой, господи, иди сюда. Попали. Ребята, вот видите, какая у меня большая собака. Вот такое дитё большое. Вот такая большая собака. Ребята, он будет сантиметров 30. Не больше. Друзья, у нас очень много заболевших щенят. Причём малыши к нам пришли уже с этим кашлем. Вот. Кого-то подобрали на помойке. Кого-то подобрали в гаражах. Малыши все были в очень тяжёлом состоянии. Сейчас они поправляются. Но, ребята, вот этот карантин, он у нас один небольшой. А нам надо место. Для стольких малышей, вот таких больных, так много. У нас очень давно не было. Очень давно. И не дай бог. Рядом взрослые, те, которые приболели тоже. Здесь у нас четверо. Здесь у нас четверо взрослых больных. Собаки друг от друга загорожены. Поэтому инфекция друг другу не передаётся. Но, друзья, нам очень нужен щенятник. Нам нужен кошатник и щенятник. Нам нужны ясли. Нам нужен детский сад для малышей. И нам нужна карантинная зона для малышей. Друзья, это очень важно. Очень. У нас не хватает средств. У нас не хватает возможностей. Я прошу вас, помогите нам хотя бы обустроить место, где можно будет их подлечить и дать поправиться. А уже потом мы будем отсаживать малышей сначала в одну зону, где сделают им прививочки, а потом уже конкретно в вольеры, где они смогут общаться с другими. Друзья, нам нужна карантинная зона. И я прошу вашей помощи в её строительстве. Пожалуйста, друзья. Я пока не могу озвучить вам сумму. Я ещё не делала расчёт. Но я пока говорю вам о том, что это нам необходимо. Пожалуйста, обдумайте, чем вы могли бы нам помочь. Может быть, стройматериалами. Может быть, кормом. Может быть, лекарствами. Нам это очень-очень надо. Вот дети перед вами. Для того, чтобы мы могли начать их пристраивать, друзья, их надо вылечить. Прошу вас. Я вас очень прошу. Помогите нам. Пожалуйста. Нам очень нужен детский сад и детский карантин. Очень нужен. Зайка моя, как у тебя носик сегодня? Она хорошая, добрая. Такая у нас девочка красавица. Мамины, мамины, малышня. Сейчас, ребята, всем будем делать укольчики. Всем промывать носики. Это очень трудно. Это очень кропотливо. Это отнимает много времени. Но, ребята, мы занимаемся этим уже четвертый день. И дети идут на поправку. Поэтому я прошу вас, друзья, пожалуйста, поддержите нас. Помогите нам. Прошу вас, мои хорошие. Помогите. Ваша помощь, она бесценна. Мы не можем сказать каждому из вас спасибо. Поэтому говорим здесь и сейчас. Друзья, все, 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 кто участвует в жизни нашей лохматой души. Друзья, дорогие мои, милые, хорошие. Благослови вас, Бог. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы рядом. Без вас, малышей, нам не вытянуть. Ребята, лето закончится очень быстро. Очень быстро. Ребята, лето закончится очень быстро. Ребята, лето закончится. Ребята, лето закончится. Ребята, лето закончится. Ребята, лето закончится. Продолжение следует...